Боль неизбежна, боль неминуема. Мы не можем жить без боли. Сколько боли вы можете выдержать? Готовы ли вы использовать свою боль? Иногда боль может быть вашим другом, а иногда боль может стать вашим врагом. Боль будет всегда. Всегда будет предательство. Всегда будет кто-то, кто сомневается в вас. Кто-то, кто не замечает вас. Кто-то недоплачивает вам. Кто-то, кто недооценивает вас. Кто-то говорит, чтобы поговорить, но не ходит, чтобы идти. Кто-то, кто с вами, но не для вас. Мы всегда будем испытывать боль. Нужно просто понять, как использовать боль в своих интересах. Вы прошли через слишком многое, чтобы отступать. Не убегайте от дискомфорта. Примите его, почувствуйте его и напомните себе, что это все временно. Боль может воскресить вас, даже когда вы чувствуете себя подавленным. Боль будет напоминать вам, что вы еще живы. Боль подтолкнет вас к преодолению страха. Боль просто выполняет свою работу. Так что используйте это, потому что она всегда будет. Всегда будет определенная степень боли в вашей жизни. Для того, чтобы ситуация изменилась, вы должны быть готовы встать и делать что-то. Вы не обязаны быть совершенными, но вы должны сделать шаг. Боль – это индикаторная лампочка, которая позволяет узнать, что вам необходимо предпринять что-то. Мы говорим об игре. Мы говорим о росте. Мы говорим о страданиях. Чтобы вы могли идти дальше, выбор за вами. Используйте боль в своих интересах. Боль не означает, что это конец. Ваша боль пытается заставить вас просто встать. Есть физическая боль. Есть ментальная боль. Есть даже душевная боль. Это может быть болезненный день в эмоциональном плане. Болезненный день в отношениях. Болезненный день в финансовом плане. Будете ли вы жаловаться? Или будете ли вы использовать это в своих интересах? Ваша боль зовет вас к высшему уровню мышления. И более высокому уровню выполнения. Мы должны прийти к выводу. И знать, вам должно быть больно, чтобы вы могли расти. Это больно. Когда мы занимаемся в зале, это больно. Но мы поднимаем эти тяжести и пытаемся достичь цели. Это больно. Это страшно. Это обременительно. Я не хочу этого делать. Я потею. Я истекаю кровью. Я плачу. Я страдаю. Но после моих страданий есть награда для тех, кто борется и сражается с психическим стрессом. Позвольте мне напомнить вам. Это никогда не сможет сломить вас. Вы должны знать, как подниматься над этим. Вы должны знать, как выстоять. Вы должны знать, как бороться за свой путь. И у боли никогда не бывает выходных. Может быть, эта боль не была моим врагом. Может быть, эта боль укрепляет меня. Даже через трудности. Поэтому вместо временного решения проблемы я предлагаю вам использовать свою боль как топливо, чтобы вы могли начинать создавать ту жизнь, которую вы хотите. Нельзя нарастить мышцы без дискомфорта. Нельзя построить бизнес, не испытывая трудностей с отказом. Нельзя получить сильное и стройное тело, просто лёжа и питаясь тем, чем хочется. Теперь, чтобы достичь этого, вы должны испытать боль дисциплины. Представьте, если бы вы могли использовать боль в качестве топлива. Представьте, если бы вы могли использовать боль, чтобы потолкнуть вас, чтобы обуздать вас, чтобы подготовить вас к этапам и комнатам, в которые вам предстоит войти, к столам, за которыми вам предстоит сидеть, к этапам, на которых вам предстоит стоять. Что, если боль может сделать вас лучше? Что, если боль может нарастить мышцы? Что, если боль может заставить вас тянуться выше, прыгать дальше, бегать быстрее? Что, если боль может помочь вам? Что, если вся боль – это не вред, а помощь? Я собираюсь использовать полученные уроки в своих интересах. Пусть боль служит цели. Используй боль! Вы не должны прожить всю свою жизнь без борьбы. Вы не должны прожить всю свою жизнь без какой-либо неудачи. На протяжении всей вашей жизни вы будете расти из этого. И вы вырастите. Если вы действительно хотите расти, вы должны быть готовы признать, что проблема именно в вас. Бывали моменты, когда я готов был сдаться, но я преодолевал боль, и у меня получилось. А это значит, что и вы сможете. Так же, как вы прошли через свою последнюю неудачу, вы справитесь с этой. Вытрите слезы и возвращайтесь к работе. Вытрите слезы и вернитесь к своей миссии. Твое время еще не вышло. Твое время прямо сейчас. Твое время – это в этот момент. И через боль ты должен подняться снова. Но пока я чувствую, я не парализован. Если ты чувствуешь, ты можешь двигаться. Я знаю, ты устал. Я знаю, что ты устал от всей крови, всего пота, всех страданий. Я знаю, что вы хотите бросить все прямо сейчас, но сейчас не время опускать руки. Что ты собираешься делать со своей болью? Продолжай идти. Используй свое преимущество. Субтитры создавал DimaTorzok